В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Широтон. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах. Ажиотаж на старте выпуска. За два дня продаж гособлигаций для физлиц в Башкортостане подали заявок на 135 миллионов рублей. Вступил в силу с 28 апреля у страховщиков в приоритете натуральное возмещение убытков по осаде. Новые возможности в регионе заработала социальная карта на базе национальной платежной системы МИР. За два дня со старта продаж государственных облигаций для физических лиц жители Башкортостана подали 71 заявку на их покупку на общую сумму 135 миллионов рублей. Операторам продаж нового вида госбумаг выбраны Сбербанка ФТБ-24. В первый поступило заявок на 92 миллиона рублей, во второй на 43 миллиона. В целом по России число клиентов, подавших заявки на приобретение облигаций, достигло на конец первого дня отметки в тысячу. Общий объем заявок приблизился к миллиарду рублей. По оценкам экспертов Сбербанка, при сохранении спроса на текущем уровне облигаций объемом 7,5 миллиардов рублей могут быть размещены в ближайший месяц. По данным ВТБ-24, среди регионов лидеров по активности на рынке гособлигаций для населения расположилась и Уфа. Напомню, что общий объем размещения 15 миллиардов. Показывает информацию, что людям это интересно и самое главное, что покупают, как видны, средние суммы. То есть на суммы больше получается, чем можно разместить в каждом конкретном банке. То есть миллион четыреста у нас застраховано государством. А здесь весь выпуск полностью застрахован государством. Поэтому на любые суммы до 15 миллионов рублей данные бумаги можно приобретать. Часть аналитиков считают, что гособлигации будут пользоваться большой популярностью у государственных и муниципальных служащих. Ведь информацию о таких вложениях не обязательно передавать в налоговые органы. Приоритет натурального возмещения по ОСАГО стал реальностью. Закон, который вводит приоритет ремонта перед выплатой денег при возмещении убытков, уже вступил в силу. По замыслу авторов нововведений, такой шаг снизит потери страховых компаний от деятельности автоюристов. Некоторые эксперты рынка считают проблему несколько преувеличенной. По данным издания «За рулем», 20 крупнейших страховых компаний за 9 месяцев прошлого года вместе выплатили по суду чуть больше 13 миллиардов рублей или 10% всех выплат. Тогда как при подготовке нововведений звучали цифры в 70 миллиардов и 30%. Отмечу, что Минфин страны уже готовит новые поправки в закон об ОСАГО. Они касаются расширения лимита по Европоток-протоколу, либерализации тарифов и введения комплексного страхования, в котором планируют совместить ОСАГО и КАСКО. Затрудняемся точно оценить, насколько экономически возможным будет реализация новых положений закона. Необходимо понимать, что действительно, если раньше предусматривалось страховое возмещение, страховая выплата с учетом износа, то сейчас в культуральном возмещении ремонт учитываться не будет. То есть страховщик должен помимо того, что будет оплатить ремонт полностью без учета износа, так еще и новыми запчастями. В Уфе презентовали новую социальную карту на базе национальной платежной системы «Мир». Ее выпуском будет заниматься Банк Уралсиб. По планам создателей новинка – серьезный шаг в развитии платежной системы не только республики, но и страны в целом. Первыми обладателями новых карт стали премьер-министр Республики Рустем Морданов и председатель правления национальной платежной системы «Мир» Владимир Комлев. Новая социальная карта жителей Башкортостана поддерживает не только платежный функционал, но и целый ряд дополнительных сервисов. Планируется, что ею будут пользоваться в первую очередь бюджетники и пенсионеры, оплачивать проезд на транспорте, а также получать скидки в магазинах. Кроме того, карта поддерживает электронно-цифровую подпись на портале госуслуг. Республика Башкортостан готова к активному использованию этой платежной системы. Подавляющее большинство, свыше 95% банкоматов, все платежные терминалы готовы в Республике Башкортостан для принятия этой карты. Очень активную роль в реализации оказал банк Уралсип. Сегодня можем сказать, что действительно первый в России реализованный проект функциональной социальной карты жителей региона. Мы планируем, что в этом году не менее 100 тысяч карт мы имитируем. Есть планы, конечно же, что этой картой будет пользоваться, скажем так, большое количество жителей республики. Мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать возможность получения данной карты удобным и доступным. В ближайшем будущем еще будут требования заказательства, в связи с тем, что многие потоки, бюджетные потоки будут распляться на те карты, которые ориентированы или основаны на национальной платежной системе. Жители Уфы могут абсолютно бесплатно оформить карту в любом отделении банка Уралсипа, а также в городских многофункциональных центрах. Планируется, что в Республике владельцами новинки станут не менее 1 миллиона получателей социальных услуг. Переход на новые социальные карты начнется уже с 1 июля. Во вторник, 2 мая, в прокуратуре Республики пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Анонс значимых для бизнеса событий смотрите прямо сейчас в рубрике «Афиша». У меня на этом все. Оставайтесь на РПК.